Я вас хочу спросить, вы считаете, что страх является главным препятствием на пути развития российского предпринимательства, а я думаю, что является главным препятствием неверия в будущее? И вопрос в следующем, а стоит ли современному российскому бизнесмену жить ради своих детей? Это очень-очень-очень интересный вопрос. Тут, собственно, три части относительно миссии русского народа. Я не знаю. Наверное, есть разница между «следует» и «надо», но в чем она, я не знаю. Может, в следующий раз, когда вы пригласите меня прочитать лекцию, я подумаю и что-нибудь скажу. Это трудный вопрос. Я считаю, что у разных культур есть свои миссии. Я в это верю. Я об этом писал в одном из своих блогов. У всех, даже у цыган, есть своя миссия. Кто-то должен наслаждаться текущим моментом, кто-то должен наслаждаться музыкой, наслаждаться жизнью. Это, в общем, тоже образ жизни – жить сегодня, а не ради будущего. Каждая культура и российская культура имеет свою миссию. Она делает свой вклад в копилку мировой культуры. Но я не знаю, в чем она заключается. Это хороший вопрос, но его нужно хорошенько обдумать. Следующий вопрос. Человек живет в настоящем, поскольку не верит в будущее. Это, возможно, так. Как люди становятся бессильны, они не считают, что что-то поменяется. И в этом случае они не верят в будущее, они только верят в то, что происходит сейчас. И тогда дети становятся обузой, а не тем, чем они являются всегда. Что же инвестировать в будущее? Все это типично для многих стран, которые раньше входили в коммунистический блок. У них очень низкая рождаемость. Они не верят в то, что есть будущее для их детей. Я также думаю, что мы становимся все более эгоистичными. Это происходит повсюду. Надо позаботиться прежде всего о себе. Так в этом случае зачем же инвестировать в детей? Они являются обузой. Раньше они были полезны, поскольку ты вырастил ребенка, а он потом о тебе заботится, когда ты состаришься. Сегодня все поменялось. А если нет смысла инвестировать в детей, так тогда в чем же смысл? Что представляют собой дети? Это большой вопрос. Я не знаю, связано ли это с тем, что вы не верите в будущее. Может быть, дело в этом. Может быть, дело в эгоизме. Человек начинает все больше заботиться только о себе. Я считаю, что есть еще одна причина, о которой нельзя забывать. Все гонятся за деньгами. Это происходит потому, что вас так долго зажимали, а теперь крышку сорвало, и все вылетает наружу. Я надеюсь, что все как-то устаканится, успокоится. Я надеюсь на это. Но посмотрим, как она пойдет. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok